В этом видео рассмотрим строение и принцип действия карбюратора постоянного разряжения. Начнем с той части, где в карбюратор всасывается воздух. Эта часть, в которой по ходу движения диаметр идет на сужение, называется контузор. Но чаще всего по ошибке эту часть называют диффузором. Здесь расположен воздушный жиклер системы холостого хода. Воздушный жиклер главной топливной системы. Воздушный канал пускового обогатителя. Этот широкий канал служит для поступления воздуха и передачи атмосферного давления в мембранную камеру. Форсунка устарительного насоса. Электроклапан пускового обогатителя. Штуцер подачи топлива по плавковую камеру. Штуцер, сообщающий по плавковую камеру с атмосферой. Регулировочный винт, количество топливной смеси, холостого хода. По умолчанию винт выкручен от упора на 2,5 оборота. Под винтом находятся пружины, металлическая шайба и резиновое уплотняющее кольцо. Дроссельная заслонка. Тот самый канал холостого хода, который регулируется винтом. Три нерегулируемых канала подачи смеси для переходных процессов при открытии дросселя. Три нерегулируемых канала подачи смеси для обогащения при холодном пуске. Канал, управляющий клапаном отсечки воздуха. Траверсом, на который размещен регулировочный винт упора дроссельной заслонки. Рычаг, приводящий в работу ускорительный насос. Момент передается от сектора дросселя. Также с этой стороны находится клапан отсечки воздуха. Его называют клапаном стабилизации холостого хода. Он служит для обогащения смеси холостого хода в случаях резкого закрывания дросселя при высоких оборотах коленчатого вала. Пружина мембраны, уплотнительное кольцо, мембрана, седло клапана, пластиковый клапан, пружина клапана, вход воздуха, выход. Под верхней крышкой находится мембранная камера, где расположена пружина, поршень с мембраной, которую еще называют золотником, дозирующая топливная игла, резиновое кольцо, стопорная шайба. На дне поршня помимо отверстия под иглу есть еще одно отверстие для управления поршнем. Распылитель главной дозирующей системы. В поплавковую камеру топливо попадает по этому каналу. Когда уровень топлива достигает заданного, поплавок запирает канал иглой. В этом узле могут возникать одна из следующих проблем. Попадание мусора под иголку может вызвать перелив топлива. Также если скутер долго не эксплуатировался, иголка может закиснуть в открытом или закрытом положении. Еще может закиснуть подпружиненный штифт иглы. В исправном состоянии после нажимания на штифт он должен возвращаться в исходное положение. Топливный жиклер холостого хода. Основной топливный жиклер. Питающая трубка пускового обогатителя. Вход в форсунку ускорителя. Резиновая прокладка. Ускорительный насос. Канал питания насоса. Канал подачи топлива в форсунку ускорителя. Жиклер. Пружина с шариком играет роль обратного клапана. Возвратная пружина. Шток с мембраной. Уплотнительное кольцо. Топливная камера обогатителя. Канал со встроенным жиклером, через который заполняется топливная камера. Питающая трубка обогатителя сбоку имеет отверстие для развоздушивания топливной камеры. Внутри трубка имеет усеченные отверстия для дозировки топлива. Обогатитель снабжает двигатель дополнительной топливовоздушной смесью на стадиях запуска и прогрева холодного двигателя. Когда двигатель еще холодный, запирающий элемент в виде поршня с иглой на конце, втянут вовнутрь корпуса ректроклапана. Таким образом, топливный канал и канал подачи готовой смеси открыты. Во время пуска и работы двигателя в камере обогатителя возникает отрицательное давление. На топливо в поплавковой камере действует атмосферное давление, которое заставляет топливо двигаться в зону низкого давления. То есть в камеру обогатителя. Сначала топливо заполняет собой топливную камеру обогатителя до самого верха, попутно вытесняя лишний воздух через боковое отверстие в трубке. Далее топливо поступает в камеру обогатительного клапана. Сюда же поступает и воздух из воздушного фильтра через соответствующий воздушный канал. Топливо смешивается с воздухом, образует смесь и втягивается через канал подачи к выходу карбюратора. Сразу после запуска двигателя на нагревательный элемент электроклапана начинает поступать питание. По мере прогрева термоэлемента запорная игла электроклапана выдвигается. В итоге игла перекрывает подачу топлива в камеру обогатителя, а поршень перекрывает канал подачи, он же выход с этой камеры, чтобы избежать холостого втягивания воздуха через воздушный канал. Прохудившееся уплотнительное кольцо электроклапана часто является причиной плохого холодного запуска. Если клапан заклинит в открытом положении, двигатель будет работать на повышенных холостых оборотах. Возможен перерасход топлива. Если игла заклинит закрытым, возможен затрудненный запуск двигателя на холодную. На холостом ходу, то есть когда дроссельная заслонка закрыта, двигатель питается топливо-воздушной смесью через канал холостого хода. Начинается канал воздушным жиклером холостого хода. Далее к каналу примыкает дополнительный воздушный канал. Он берет свое начало мембранной камере и проходит через клапан отсечки воздуха. Большую часть времени этот клапан открыт. Далее воздух с этих двух каналов направляется к эмульсионной трубке жиклера холостого хода. Сюда же под действием атмосферного давления через жиклер холостого хода поднимается и топливо из поплавковой камеры. Здесь топливо смешивается с воздухом и смесь направляется к выпускным каналам. Группа из трех выпускных отверстий находится под заглушкой, если смотреть снизу. Сверху же эти каналы выходят под дроссельной заслонкой. Используются они в переходных процессах во время открытия дросселя. И частично в режиме холостого хода, если дроссельная заслонка значительно приоткрыта упорным винтом. Еще одно выпускное отверстие находится за дроссельной заслонкой на выходе карбюратора. Оно в несколько раз больше, чем предыдущие три. С этого канала двигатель питается в режиме холостого хода. Пропускная способность этого канала изменяется регулировочным винтом количества смеси. Вернемся к лапану отсечки воздуха. Если во время работы двигателя на высоких оборотах резко закрыть дроссель, происходит обеднение рабочей смеси. Это в свою очередь вызывает пропуски воспламенения. Несгоревшее топливо выбрасывается в выпуск, и после его скопления может произойти прострел-глушитель. Избежать такого развития событий можно, обогатив смесь, сразу после резкого закрытия дросселя. Вот для этой задачи предусмотрен клапан отсечки воздуха. В обычном состоянии пружина давит на мембрану, штук мембраны давит на запорный клапан, держа его в открытом состоянии. Воздух из отпуска, проходя через камеру основной мембраны, свободно проходит через клапан в канал холостого хода, дополняя воздух из воздушного жиклера. При резком закрытии дроссельной заслонки и при условии высоких оборотов коленчатого вала, в опускном такте создается максимальное разрежение. Через управляющий канал, который также проходит через крышку, это разрежение распространяется до мембраны клапана отсечки. Атмосферное давление выгибает мембрану, пересиливая пружину. Клапан перекрывает воздушный канал. Таким образом, в канал холостого хода воздух попадает только через воздушный жиклер, что тем самым увеличивает количество бензинов смеси для работы на холостом ходу. Когда обороты двигателя снижаются и разрежение уменьшается, пружина возвращает мембрану в исходное положение, тем самым открывая клапан отсечки. Возможная неисправность данного клапана – это повреждение мембраны. При ее прорыве возможен затрудненный запуск двигателя на холодный и нестабильный холостой ход. При открывании дроссельной заслонки область разрежения начинает распространяться в противоположную сторону потока всасываемого воздуха. Все то же атмосферное давление по плавковой камере через основной жиклер поднимает топливо в зону более низкого давления, которое теперь находится в эмульсионной трубке и выше нее. Со стороны воздушного жиклера, главной дозирующей системы, к эмульсионной трубке поступает воздух. Смешиваясь с топливом, смесь втягивается мемодозирующей иглы через распылитель в рабочую зону, или как еще ее называют, зону смешивания, и далее вместе с воздухом направляются в опуск двигателя. По мере раскручивания коленчатого вала растет и разрежение. Остаточное давление внутри поршня и мембраны, которое было равным атмосферному, высвобождается через специальные тарированные отверстия. Чем выше обороты двигателя, тем быстрее это происходит. По мере снижения давления внутри поршня и мембраны, атмосферное давление, поступающее в мембранную камеру, начинает давить на мембрану, пересиливая пружину в поршни. Поршень вместе с иглой поднимается, тем самым увеличивая пропускную способность распылителя, давая больше смеси и воздуха на впуск двигателя. Собственно, эта система и была придумана для того, чтобы топливовоздушная смесь поступала в нужном для текущих оборотов двигателя количестве, вне зависимости от степени открытия дросселя. После закрытия дроссельной заслонки атмосферное давление заполняет полость поршня, тем самым уравнивая давление на мембрану, как с внутренней, так и с внешней стороны, поршень возвращается в исходное положение. Основная неисправность данного узла – это прорыв мембрана. Признак такой неисправности – это неадебатная реакция на ручку газа. Обороты двигателя не дотягивают и до средних. Если слишком резко открыть дроссельную заслонку, при этом нагрузка на двигатель будет значительная. Это может привести к резкому объединению смеси. Для исключения таких моментов на карбюраторе предусмотрен ускорительный насос, который при резком открытии дроссельной заслонки впрыскивает дополнительную порцию топлива прямо в смесительную камеру. Топливо из поплавковой камеры через это отверстие заполняет собой полость под мембраной насоса. При резком открытии ручки газа происходит надавливание на шток насоса. Давление от мембраны передается на топливо. Поскольку размер впускного отверстия меньше, чем выпускное, топливо под давлением проходит через выпускное отверстие насоса, двигаясь к обратному клапану, пересиливая пружину клапана, приподнимая запорный шарик. В это время часть топлива, который уже находится в канале обогатительной форсунки, впрыскивается в смесительную камеру. Часть нового топлива заполняет канал ускорителя. После уравнивания давления клапан закрывается, исключая возможность обратного хода топлива. Когда дроссельная заслонка закрывается и рычаг не давит на шток насоса, пружина возвращает мембрану в исходное положение. Тупливо из поплавковой камеры снова наполняется под мембрану насоса. Если же открытие дросселя будет недостаточно резким и давление от топлива будет незначительным, топливо просто вернется назад в поплавковую камеру через спускное отверстие. Частой неисправностью является разгибание рычага, передающего момент на шток насоса. В таких случаях достаточно снова выгнать рычаг, чтобы он мог давить на ускоритель. Из-за того, что пятифильные отверстия ускорительного насоса находятся на одном из самых низких положений, иногда это приводит к натюфлению ватной под мембраной насоса. Это приводит к коррозии самой полости насоса и пружины. Поэтому уравнивающиеся к конкурату стоит заглядывать под мембрану насоса. Слово, пружина ускорительного насоса и пружина только на всякий воздух и немного похожа. По незнанию нужно легко перепутать. Поэтому следует помнить, что пружина ускорительного насоса более мягкая, чем пружина класса на всякий воздух. Друсильная заслонка не предусматривает рычаг для обслуживания. Поэтому в юнкере ее крепление раскигнено по изглаживанию самовольного выкручивания. По методическим колпачку находится только в карме. Со стороны сектора на оси заслонка до полиции заслонка до полиции. А это все, спасибо, что с вами готовы новых видео.